Приветствую вас на канале Школа iOS Разработчиков. С вами Александр Сенин. Я продолжаю курс по UI-киту и сегодня разберу такой элемент, как UI Alert Controller. Если у вас есть какие-то вопросы или вдруг появятся в процессе занятия по теме этого занятия или вообще по iOS-разработке, то, пожалуйста, пишите их в комментарии. Я их периодически смотрю и на них отвечаю. Итак, давайте приступим к нашему уроку и создаем сразу новое приложение. Вызываю я его Alert Controller. И сегодня я вам расскажу основу. Будет еще одно занятие по нему, где я более детально копнул, как вообще можно использовать Alert Controller для ввода текстовой информации. Но сейчас мы с вами его сделаем для того, чтобы показывать пользователю уведомления. Итак, давайте сделаем кнопку. От этой кнопки вытащим сразу Action на наш контроллер. Push Me Action. И, соответственно, все. Storyboard нам больше не нужен. Push Me Action. Мы, соответственно, создадим наш Alert Controller. UI Alert Controller. Соответственно, нам нужен конструктор, где мы вводим Title, Message и предпочитаемый стиль. Ну, Title это понятно. Это заголовок, который у нас будет. Будет «Привет». Там, где Message, мы напишем Message. Вот Alert Controller Style. Здесь у нас есть две опции. Action Sheet и Alert. Ну, давайте выберем Alert. Вам такое мини-домашка. Попробуйте выбрать Action Sheet и посмотреть, что получится. Значит, дальше. В этот Alert Controller нужно добавить кнопку. Кнопка это у нас элемент Action UI Alert Action. И, собственно, у нее также есть Title. Пусть это будет просто кнопка OK. OK. И стиль. Значит, Cancel, Default, Destructive. Она будет красной. Default это будет обычная кнопка. И Cancel она будет жирной. Давайте выберем Default. И нашему этому Alert Controller нужно добавить теперь эту кнопку. Add Action. И добавляем нашу кнопку. Собственно, все. Наш контроллер готов. Осталось всего только показать. Для этого мы пользуемся методом Present. Показываем наш View Controller. И говорим, что показать его нужно анимированно. Все. Вот так вы можете использовать Alert Controller для отображения каких-то простых сообщений. Вот я называю Push Me. И появляется контроллер. Я нажимаю кнопку OK. Он исчезает. Да, на сегодня все. В следующем занятии я расскажу более детально про Alert Controller. Во-первых, как отрабатывать нажатия на кнопки. То есть у него их может быть несколько. И как использовать Alert Controller для ввода текстовой информации. Если у вас остались какие-то вопросы или вообще у вас есть какие-то пожелания и предложения, то, пожалуйста, пишите их в комментариях. И увидимся на следующем занятии. Продолжение следует... Игорь Негода. Игорь Негода.